Иракон Чуваштель. Дорогие друзья, начинаются дни Чувашской культуры в Тюменской области. И эти дни открывает ансамбль Сеспель из села Горьковка. Иракон Чуваштель 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 45 лет. Нашему музею в этом году исполнилось 33 года. Дата основания 4 ноября 1987 года. Наш музей возник по инициативе нашего горьковчанина, ветерана Великой Отечественной войны Исакова Наума Григорьевича. Он воевал в знаменитой панфиловской дивизии. И после войны он многие годы проживал в нашем селе. Мы через два года после открытия получили звание «Школьный историко-краеведческий музей». И произошло это событие в 1989 году. Тельцова Нина Михайловна, она была старшей пионервожатой, она всю жизнь проработала в нашей школе. И вот ее руками оформлены все стенды, все альбомы, все фотографии нашего исторического музея. Директором был Ирода Федор Лукич. Он сам лично сделал вот эти стенды и тоже принимал активное участие в том, чтобы в нашей школе появился такой замечательный музей. Вот эти два человека, вот вечная им память, конечно, светлая память. И мы всегда о них помним, знаем и благодарим за их вот такой большой труд. Оглушительным эхом прокатилась весть о том, что началась Великая Отечественная война. Конечно, это событие не обошло стороной и наше селение. Более 50 горьковчан одели шинели и ушли на фронт. 28 пали смертью храбрых. Их имена находятся на обелиске нашего села и на памятной стене, которая тоже у нас находится в музее. Особое место занимают те предметы, которые подарили нам ребята из музея истории поискового движения Тюменской области. Мы много лет с ними сотрудничаем, дружим. И ребята всегда с большим интересом рассматривают, а что же там нацарапано, а что же там написано. А может быть, это мой прадед, а может быть, это и меня как-то касается. Мы все-таки собрали очень много фотографий тех, кто после войны приехал сюда, на нашу территорию, и всю жизнь прожил здесь. Поднимал наш совхоз Рощинский, трудился здесь, на нашей территории. Мы называем это комнатной старины, где собраны самые драгоценные для нас экспонаты. Это вещи, которые были в употреблении людей, первых переселенцев нашего села. Это предметы быта, посуда, одежда. В нашей школе существовала традиция, что каждый класс должен был совершать осенние и весенние походы. Цель должна была быть у этого похода привезти какие-то экспонаты для нашего музея. На этой фотографии мои одноклассницы. Это мы в седьмом классе. Это у нас один из весенних походов за деревню Перевалова. И здесь мы четко с вами видим, какие экспонаты держат в руках девчонки. Это старинные прялки, это весы хозяйственные на цепях. Мне очень приятно про них рассказывать, потому что теплота моего сердца, души, моя память знает об этом. Как они тут появились, откуда и когда. Это у нас постоянная экспозиция. Она посвящена народности Чувашей. В летописи нашего села сказано, в далекие 20-е годы голод гнал людей из Центральной Сибири. Вот из Вятской губернии первыми сюда приехали на поселение 13 семей. Они сначала поселились в деревне Кулакова, Фуфаева. И когда здесь узнали, что освобождаются кулакские земли, они решили построить свое хозяйство, свое жилье. Это были люди разных национальностей, но большинство из них были представителями Чувашей. И поэтому так повелось, что основателями нашего села мы всегда считаем людей этой национальности. Спасибо вам большое, Мария Александровна, и примите благодарность за активное участие в работе Ассоциации Чувашей Таван и большой личный вклад в сохранение и развитие чувашской культуры в Тюменской области. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Ирковский район, как, наверное, вся Россия и Тюменская область, это многонациональный район. Конечно, многие национальности здесь живут, но по национальному составу основные национальности это русские, татары и чуваши. 9% составляют нашего района, и есть у нас 4, вернее, населенных пункта, где именно компактное проживание наших ирковчан, данной национальности это Новоалександровка, Покровская, Дубровная и Карауль-Нояр. Чуваши переселились вообще на территории Ирковского района в 60-е и 70-е годы прошлого века. Это, конечно, в первую очередь, наверное, особенность данной нации это трудолюбие, это отзывчивость. Но это и творчество, веселый, задорный нрав. И поэтому вот те традиции, которые присущи этому народу, они воплотились и вот в тех коллективах, которые существуют уже многие годы на территории Ирковского района. Традиции эти продолжаются, они поддерживаются главой муниципалитета. И я, конечно же, хочу сказать большое спасибо политисту Тюменской области, Комитету по делам национальности, ну и автономии Ассоциации Чуваши и Таван за поддержку национальных традиций на территории муниципалитетов. Потому что без поддержки областной, без поддержки областных автономий, ну это просто было невозможно сделать. ПЕСНЯ 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 Нашему коллективу нынче исполнилось 40 лет. В 1980 году образовали его наши мамы, бабушки, которые приехали по переселению в Сибирь из Чувашии. И начали создавать свой коллектив, потому что песни у нас очень красивые, очень мелодичные. Песня «Пележ» является визитной карточкой нашего коллектива. За 40 лет, сами понимаете, уже объездили Тюминскую область полностью. Участвуем обязательно в районных наших каких-то выступаем в мероприятиях и в областных. Есть национальные праздники. Агатуй, который проходит летом. Это сургури, это зимой, крещение. Осенью, весной, в каждом времени года есть свой национальный праздник. И мы являемся активными участниками. Не хочется терять свои корни. Язык, на котором разговаривали наши мамы, папы, предки вообще. И вот я уже родилась здесь, в Ярковском районе. Ну как бы нас с детства родители приучали к языку, к традициям, к нашим. И вот я уже родилась здесь, в Ярковском районе. И вот я уже родилась здесь, в Ярковском районе. Субтитры подогнал «Симон» 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 Называется «Чичек», переводится «Цветок», и где-то года два, два с половиной мы уже занимаемся Все спонтанно, и, в общем, решили попробовать, и все уже понравилось, участвовали дальше в конкурсах На «Чувашской красавице» 2018-19 выступала, я выступала на «Радугу» В «Таване» выступали, и выступали еще в «Чувашии», в лагере Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» Симон» «Симон» Симон «Симон» 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 «Симон»